Сказ Уж минул тридцать лет, в тот далекий год победил Федот, и народ гулял, горя не знал, кто землю пахал, кто саблей махал, а кто похитрей за моря упорхал. Царю в пьеде стал, выборным стал, и по воле народа раз в четыре года новый царь на троне, да все в той же короне. Подле трона на лавках, яга в бородавках, горыныч, змей, леший да кощей, сидят горланят, зовутся парламент. Стоумовый генерал, тот кокетничать не стал, занял позицию министра юстиции. И только нянька-старуха, костыль ей в ухо, на царя давить мешает править. Поднимает темы безо всякой системы, тщит свои амбиции, короче, в оппозицию. А Федот-стрелец, удалой молодец, взял да и выкинул номер. Ни с того, ни с сего помер. Вроде и не болел, однако же окалел. И осталось после Федота копеек тридцать что-то, семь курей, два гуси, вдова Маруся, мушкет, топор да сын Егор. И вот на Егора была вся царева опора, как ранее на Федота. Что поделать, такая работа. Был я гор-стрелец, удалой молодец, одним словом, добрый малый, как Федот, его отец. Ну да, как тут ни крути, надыть форму соблюсти, с экспозиции закончить и к завязке перейди. Тридцать лет, ни много, ни мало, однако царева власть захромала. Поползли служки про всякие страсти, короче, наметился кризис власти. И вот царь собирает парламент, призывает плюсти регламент. Царь, ну-ка, кончили галдеж и расселись кто где хочет. Вы, ядрёный ваш парламент, а ли цирк, ядрёный ваш. Я как еду не свищу, а на еду не спущу. Распущу к ядрене фене, гадом буду, распущу. Ты, яга, внимай сюда. Что подобоча руды? Что осталось от бюджета после натиску арды? Как торгуется юань? Докладай по форме дрянь, ты же в бюджетном комитете, можно с места, только встань. Яга. А чего чуть что яга? Я в ответе за блага. Из благов остались шпроты и баранья нога. Только тут увольте пас. Энтис нет и не про нас, потому как энта пища, стратегический запас. И моей тут нет вины. В том вина пустой казны и её несоразмерность безразмерностью страны. Про других каких вещей лучше ведает Кощей. Он у нас сидит на фондах, он аж высох до мощей. А захочешь распущать, так распущать, чего стращать? Я могу и распуститься, нечего зенками вращать. Царь. Ясно? Фондов, значит, нет. Оборонный комитет. Ты, Горыныч, возглавляешь? Ну, давай, держи ответ. Горыныч. Да легко сказать, держи. Ведь солдаты не ежи. Очень сложно с гольным задом отвечать за рубежи. Неприятель, он как волк. Только кидай зубами щелк, а у нас стрельцов едва ли наберется цельный полк. Так, насмешка, а не рать. Тут не то, что воевать, тут бы как вояки и они не решили бунтовать. Ну, а ежели будет бунт, то тогда и встаем во фронт, и часа через четыре навсегда ложимся в грунт. Царь. Ты, Горыны, чем-то брось. В прошлом годе обошлось, и кивентом обойдется мышь ни Африка, небось. Что народ, обут одет, вспышек ни килизму нет. Кто у нас тут возглавляет социальный комитет? Леший. Нам намеченную нить удается сохранить. Как-никак бряхать умеем, это ж не дрова пили. На прослушке все дворы. Только энто допоры. Неравен сейчас могут черти взяться из-за допора. Цель. Значит, надо вашу мать эффективнее развлекать. Надо ведь с массами работать, а не лавки протирать. Да, задачи непросты. Но у вас же есть шуты. Енти какие, скоморохи. Говорящие коты. Мы ж на них еще с весны заложили полкозны. Ну, а коль в них толку нет, так на кое не нужны. Леший. Для успешности шута. В шутках требна острота. А у нас сейчас в отчизе ситуация не та. Тут один из тех кривляк пошутил, мол, царь дурак. И топеречи с семьей едет обживать барак. Царь обращается к генералу. Энтэ ж как ядрёна мать, мель пардон, титрактовать. Мы ж не Бостон, чтоб царей-то дураками обзывать. Ты у нас блюдишь закон, так гляди из всех окон. Энтэ ж знак либерализму, а не херес у флакона. Царь не может быть дурак. Энтэ форменный бардак. Может в чем-то ошибаться. Иногда бывает так. Не допонял, не изрек. Царь он тоже человек. У него четыре года, много восемь, но не век. А сажать не торопись. Побеседуй, осмотрись. Шутки дело неплохое. Юмор энта брать от жизни. Генерал. Ну дак это как его? Я дак это ничего. Вразумляем помаленьку. Бдим как можем статус-клоп. Только энтэ дураки. Жрать берут с одной руки. А в другую руку гадют. Вот и шлем их в салавки. Нянька. Мне на вас как поглядать. Стыдно так, что дубу дать. Не правительство, а ясли, если хуже не сказать. Люди правду говорят. Не парламент, детский сад. Три фольклорных элемента и шестиголовый гак. Вам бы только глотки рвать. Да гроши в портки совать. А что родина нещает, вам на энту наплевать. Царь. Нянька, ты мне энтобрось. Не иди в структуре вразь. Тут глобальные реформы, а не вяленый лосось. Тут светлейшие умы, а не полкило хурмы. Не влезай, покуда хочешь избежать судьбе тюрьмы. Нянька. Ты, родимый, не пужай. И тюрьмой не угрожай. Ты же сам не сегодня-завтра двинешь, сами замажай. У тебя ж грехов, милок. Жуть сказать под потолок. Кто наметни пенсионный фонд в тихую уволок. Ты же, ежели разобрать, враг народа твою мать. Ты же ошибка роковая, ежели хуже не сказать. Царь. Ну-ка, ведьма, рот закрой. Ты же не видишь дна порой. Ты же с собой представляешь натуральный геморрой. Занимайся тем, что можешь и заканчивать галдеж. Мне и без тебя хватает этих негативных рож. Отойди, в сторонки встань. В общем, ясно. Дело дрянь. Никаких не видно плюсов, как на минусы не глянь. Нужно браться за труды, раз туды его туды. А иначе недалече до какой-нибудь беды. Что, Кощей, сидишь как сыч? Может, едем-то кинем клич? Попытаемся и с народу хоть чего-нибудь состричь. Ты придумай что-нибудь. Сборы, пошлины несут. Может, какую-то лотерею, а лизаем какой-нибудь. Кощей, кинуть клич в народ могем. Но навряд ли, что возьмем. Потому как все, что можно, мы уже собрали въем. Я, конечно, хоть злодей. В смысле обобрать людей. Но по нынешнему курсу, извини, нема идей. Царь, ясно, понял, глухо. Сядь и хорош космить, трещай. Смажь коленки вазелином, будет ужас напущать. Без тебя в суставах дрожь и в мозгу, как будто ешь. Помогло бы разве чудо, только где его возьмешь? Ега. Я в мозгах-то вам уяжу, вероятно, поможу. Я-то давеча забыла, а-то переча скажу. Как-то ночью по весне я видала в странном сне расчудеснейшее чудо, что могло бы помочь казням. Все вокруг белым-бяло, дуб растет, а в нем дупло. Но дупло-то не простое, а волшебное жерло. Ежели стукнуть восемь раз, из дупла сочится газ, что горит почище угли, сколько хошкубов за час. Если б энту благодать смог бы кто-нибудь достать, мы бы в раз могли ресурсом небывалым обладать. Царь, а на кой нам этот газ? Что в нем толку-то для нас? Он корынч извергает, только копоть на полос. Ега, ты не сравнивай объем. Сколько в дубе, сколько в ем. Мы ж тем дубом всю Европу обогреть на раз смогем. Заключаем договор на трубу через забор и сидим, стучим по дубу до каких угодно пор. Царь, дело говоришь, яга, ведь валюта дорога, а за газ мы брать валютой будем с подлого врага. Ты что, замер, ваша честь? Что молчишь, идеи есть? Как добыть нам эту штуку, чтобы концы с концами свесть? Ты ж на службе у царя, посчитай, не с октября. Ты ж в структурах долгожитель, фигурально говоря. Так давай уже колись, как в стране дела велись. Ведь ресурсы не хотят, а чай откуда-то брались. Генерал, как решалось, как моглось, так уж тут оповелось. Опираясь на поддержку, полагались на авось. Ежели б был тяжелый год, выручал всех, да, Федот? Тут что-нибудь достанет, там что-нибудь припрет. То оленей, то ковров, спичек, соли, угля, дров. Он вообще-то по снабжению был, засранец, будь здоров. Он туда его ететь мог такое раздобыть, что вообще на белом свете, но никак не может быть. Но до переча, Федот, свет уже снабжает тот. Третий год, как нет, Федота, был да вышел ешкин год. Правда, есть, не буду врать, вариантик, так сказать. У него сынок остался, весь в отца, не дать не взять. Звать его Егор Стрелец, ежели он такой же спец, прикажи его доставить аккуратно во дворец, мы возьмем того мальца, а задачим слегонца, и, возможно, что избегнем негативного конца. Царь, это дело, генерал. Я всегда подозревал, что не зря все эти годы ты портки тут продирал. Эй, охрана, хватит спать. Царь, сидит, а не лежать. Привезти сюда Егора, распустились в вашу мать. Егор, ты велел меня привезти. Вот он я, какая весть. Здоровенький ваша нечисть, здоровенький ваша честь. АПЛОДИСМЕНТЫ Царь, ну, здорово, брат Егор. Проходи, сымай убор. Тут у нас к тебе, солдатик, есть серьезный разговор. Но сначала дай ответ. Как здоровья, гриппу нет, ежели есть, надень повязку, чтобы не заразить совет. Егор, так из нас заразу ведь выбивает мигом плеть. Нам устав не позволяет всякой гадостью болеть. Так что ты не мандражи. Ежели есть чего, скажи. А повязку, ежели хочешь, вон, к забору привяжи. Царь, я гляжу, ты, брат Егор, на язык весьма остер. Ну да ладно, но смотри-ка, чтоб не вышел перебор. Я ж хотя не слишком строк, все ж читаю между строк. И фигурно выражаясь, ты, брат, помни про строк. Ведь не каждый афоризм пробуждает гуманизм. А иные афоризмы тянуты на терроризм. Ну а тут, брат, извиняй, на себя тады пеняй, потому как это будет отдаленное очень крайне. Так что бережней, скромней, так сказать, слегка нежней. И оставим эту тему. Дело, в общем-то, не в ней. Тут у нас возник вопрос. Вот смотри, зима, мороз. Надо же как-то согреваться, все же Россия, не Лаос. Исходя из всех идей, разработок и затей, есть у нас одна затея, как зимой согреть людей. Я гляжу, что ты не глуп, раздобудь нам чудо дуб, что точит горючим газом каждый день за кубом куб. Ежели ты, мил друг Егор, в этом деле будешь скор, я, пожалуй, позабуду наш с тобою разговор. Ну, а вздумаешь сбежать? Я не с тем, чтобы напужать. Но учти, что кол обструган. В общем, есть на что сажать. Воротился Егор домой, мрачнее ночи самой, сел к окну, глядит на луну, ноздри надувает, в общем, переживает. Маруся, что не весел ты, сынок, а ли кто обидеть смог, а ли, может, простудился, а ли иначе за ним мог. Ежели боли головы, уж готов отвар травы, ежели скрип какой в суставах, он уж мази готовы. Ежели кашель не взначай, так заварим Иван-чай, Иван-чай он первым делом на такой идет случай. Егор, ты, мать, брось, не суетись. Организм здоров, кажись. Никакие антихвори в нем пока не завелись. У меня душа болит от того печальный вид. Но поможет мне теперь разве только цианид. В общем, вкратце говоря, был я нончего царя, и теперь мне жить осталось до 7 ноября. Повелел он мне достать, ен-тот, как его назвать, чудо-дуб, что может вечно газ горючий испускать. Для того в нем есть дупло, нончи первое число. Не сыщу, посадють на кол. Время, так сказать, пошло. Маруся, не печалься, мой сынок. Человек не одинок до тех пор, покуда верит. Будет день, поможет Бог. Так что ты не унывай и ложись уже давай. Утро ночи мудренее. Баю-баю, баю-баю. Егор засыпает, Маруся тихо хлопает в ладоши. Появляются два дюжих молодца. Маруся, здравствуй, Тит, и здравствуй, фрол. Рада вам, поклон вам в пол. Сколь мы с вами не видались, пятый год, поди, пошел. У меня к вам просьба есть. Коль сможете принесть чудо-дуб с горючим газом, то окажете мне честь. Молодцы. Хоть пол света обойдем, ежели есть такой, найдем. И к утру стоять он будет в палисаднике твоем. Наутро проснулся Егор, наточил топор, решил сперва нарубить дрова. А как вышел на двор, так и сел Егор. Стоит банный сруб, возле сруба дуб, в дубе дупло, и войн на все село. Глазам Егор не поверил, зажег спичку, проверил. Так, шибануло, что с царева дворца три балкона сдуло. Началась паника, давка, на Егора тут же удавку, в рожу дали, руки-ноги связали, думал уже конец, а нет. Тащусь во дворец. Царь, ты чего ядрё на мышь? Мать твою с утра творишь. Ты ж засрылся, так к обеду всю империю спалишь. Я ж за этот западжок посажу тебе вострок, чтоб ты царские ресурсы наберёд, дурак берёг. Ты ж спалил в секунду, гад, почитай, что цельный клад. Тыщу с лишним кубами трав по 4,50. А теперь ты свой доход разложи честьми на год и раз в месяц, будь любезен, половинку в оборот. Егор, ты вообще в своём уму, я ей-богу не пойму, ты просил, я расстарался, нет, не нравится ему. Может, дуб не так стоит, а легас не тот валит, я пока мест между нами на башку не инвалид. Ты скажи, коль что не так, я пойму, чай не дурак, хочешь, срублю его под корень, нет, что, дело впустя. цельный, это что, ядрён батон, извини меня за тон, тут тебе я горпарламент, а не воровской притон. Ты, дружок, блюди края, тут пока мисс главный я, и меня, малёк, смущает диспозиция твоя. Я ж могу тебе топить за железную-то дверь, ты свой буйный темперамент хоть маленько поумерь и послушай наперед. Я ж радею за народ. Это дуб не для забавы, он для общества растёт. Как же людям будет жить? Чем людям дома топить? Ежели ты растение, это хочешь под корень обрубить? Напряги своего ума, угля нету, дров нема, а у нас тут не экватор, почитай весь год зима. Так что ты, Егор, давай, это чудо поливай, обходи его дозором, от врагов оберегай. Ежели это дуб, дружок, будет в год хоть навершок подрастать, то я, пожалуй, и скачу тебе должок. Это всё. Вопросов нет? Ну, тогда гудбай, привет. Пшёл отсюда. У меня тут через час большой банкет. Егор ушёл, как собака зол. На другой день царь собирает парламент, призывает блюсти регламент. Царь, ну-ка, все закрыли рты, взяли пёрея и листы. На повестке три вопроса, чрезвычайной остроты. Вам известно всем, что срок на строительство дорог за Воловьим перевалом уж полгода, как истёк. Вот заверенный контракт. Акт приёмки, сдачи акта. А по факту нету тракту. Как понять мне этот факт? Ега. Это правда, государь. Хош вари меня, хош жарь. Очень жаркий вышел. Август и заснеженный январь. В сентябре поперла пух. В мае тополиный пух. Да к тому же в ентом годе очень много было мух. То жара и всё в пыли, то потом дожди пошли, то потом по бездорожью мы доехать не смогли. То роса, то гололёд, то черёмуха цветёт, а прогноз гидравицентру слушай бестолк, он врёт. Что поделаешь, клемат. Он под люка виноват. Он, по мнению экспертов, почитай первейший гад. Царь. Да, погода — это враг. Не поймёшь её никак. Нет стабильности в погоде. Не погода, а бардак. Надо ей что-то предпринять. Можешь, какой указ издать, чтобы это безобразие хошь немного обуздать. Напряги башку свою и давай к седьмому дню предоставь соображение в канцелярию мою. К оборонке перейдём. В управлении твоём есть, Горыныч, несомненный, янт, как его? Подъём? Только тут такой вопрос. Лошадям нужен овёс. Потому как в янтом годе был хреновый сенокоз. Мы купили тех овсов у поляков сто вазов. А лошадки их видали, ежели верить, ноль разов. И они по худобе не способны, видишь, к борьбе. Ты ответь, кому мне верить, лошадям али табе? Горыныч, извини меня за гарь. Дело вот в чём, государь. Лошадь, ежели разобраться, хоть и божья, но тварь. Ей же, сколько ни положь, всё сожрёт ядрё на ложь. И её подлючье ржание эндоформенная ложь. Ей же выгоднее лежать и болезнь изображать, чем атаки вражей силы на державу отражать. Чтобы в будущем пресечь энту их прямую речь, предлагаю раз в неделю по субботам, скажем, сечь. Но на будущий сезон, я считаю, есть резон, взять овсов в два раза больше. У тебя большой газон. Царь, ты составь мне госзаказ. Мы обсудим промеж нас. Коль не будет возражений, я тогда и сдам. Указ. Но учитывай ослов, индюков, свиней, валов, в общем, мысли как-то шире. У тебя ведь шесть голов. Только помни, брат, одно. Свету нет, пока темно. И заканчиваю в шесть глоток жрать казённое вино. Всё, давай, к окошку сядь и хорош пары пускать. Тут с твогого перегару нечем в сущности дышать. Значит так. Идём вперёд. Что тут было? Ищем. Вот. Годом чистой русской речи был объявлен этот год. Я ещё не очень вник. Как успех, ещё язык. Чай не шибко изменился, я уже к нему привык. Леший. С языком, отец, беда. Мы оттуда, он туда. Не желает очищаться, это подлая среда. Сколь не чистим мы его, не выходит ничего. Может, мы его заразу, так сказать, к чертям того. Цель. И не понял, это как? Мы же не рыба и не рак. Как-никак общаться, надо выражаться кое-как. Ежели мы его в расход, это что ж произойдёт? Это ж будет всенародно узаконенный бойкот. Леший. Так ведь в этом смысл весь. Тихо там и тихо здесь. Мы ж в зачатке убиваем, почитай, любую спесь. Ежели нету языка, у тоби тогда века. Ведь лояльность в этом разе будет крайне высока. Коли ты согласие дашь, мы под корень энту блажь, но оставим для разминки только гимн и отче наш. Потому как энтих слов я касаться не готов, мне анафемы не надо и не надо кандалов. Цель. Перспектива не дурна. Молчаливая страна. В этом даже перспектива идентичности видна. Только ты пока погодь. Энта же не дрова колоть. Надо тщательно обдумать, как обрезать энту плоти. А пока пусть ей галдят. Только пусть в домах сидят. Ты в окошко им показывай то, чего они хотят. Обстановки не сгущай, но и глазу не спущай. И по три-четыре слова раз в неделю почищай. Ежели нет ни у кого, что добавить, то того. А-а! Кощей хотел чего-то. Что ж, послушаем его. Кощей. В свете новых перспектив у меня возник мотив в смысле новых предложений, то бишь инициатив. С Божьей помощью у нас есть теперь горючий газ. Нужно им распоряжаться эффективно. Энта раз. Ежели вдруг пойдет молва, что народные средства не доходят до народу, будет кипиш. Энта два. Государь, теперь смотри. Мы ж в народе, мы ж внутри. Что нам стоит всенародный сделать в фонде НТ-3? Царь, ты особо не хитрый. Ты по делу говори. Мы ж твоих не понимаем, этих самых раз, два, три. Кощей. А по делу будет так. Мы им газу на пятак, ты таки кладем в копилку, а копилку на чарда. Ежели эти дураки спросят у нас про пятаки, мы найдем, что им ответить. Ведь у нас же есть штыки. Царь, интересный вариант. Видишь, бессмертный аталант. Мам, возьми в шкафу медальку, прицепи ее на банк. Ты ж придумал, твою мать, как народу продавать, всенародное богатство. Можешь даже орден взять. Ненька. О, да зарады, подлецы. Вы ж с народу, как с овцы. Уж последние состригли, но да будут вам концы. Я бумаги-то стащу, смастерю себе, прощу, и вот этим документом прямо в массы запущу. Царь. Ненька, ты в уме едва ли? Допущай, чего мне жаль. Ты ж структурно-бессистемна, а шо с тебя взять, одна мораль. Мастери себе прощи, запущай и полощи, только я тебе умоляю, в ухо мне не верещи. Ото всех твоих прощей толку, как от кислых щей. Люди ж, глядя на кощей, увидят, он леща тащает. Он же только воду пьет и страдает за народ. По нему же сразу видно натуральный патриот. А в тебе, душа моя, непонятно, где края, ведь тебе ж не обхватишь, бессистемная моя. Так что ты не голоси и башкою не тряси, а поди-ка лучше квасу из подвала принеси. Генерал, ежели можно так сказать, я хотел бы слово взять и услышанное мною воедино увязать. Так как я закон блюду, то предчувствую беду. Дуб, что нас снабжает газом, не в твоем растет саду. Есть формально договор. Газ уходит за бугор, но по факту дуб Ягоров и владеет им Ягор. Тут опасность, государь, не ровен, че сын-то тварь. Сам начнет стучать по дубу, разбери тогда кто царь. Каб не вышло тут чего, ведь ресурс-то того, у него на огороде, я б куды сослал его. Царь, дело молвишь, генерал, энта я не просчитал, а теперь его не тронут, будет форменный скандал. Он добыл горючий газ, почитай, державу спас, он в большом авторитете посереть народных масс. И теперь ядрёно вошь с ним, считайся, хошь, не хошь, хрена с два его посадишь, черта лысого сошлешь. Яга, не кручись, государь, хошвари меня, хошжарь. Есть одно на свете чудо, я о нем слыхала встать. Энта чудо, золотник, с виду, как простой родник, истощает черно-злата сто пудов в единый миг. Он сокрыт средь вечных льдин, я, дожимши досидин, сколь слыхала изыскавших, не вернулся ни один. Пусть его Егор-стрелец нам доставит во дворец, ставлю зуб, что не вернётся и найдёт себе конец. Царь, план хорош, не дать, не взять. Эй, охрана, хватит спать! Привезьте сюда Егора, распустились, ваши мои. Егор, ты велел меня привезти, вот он я, какая весть, здоровенький ваша нечисть, здоровенький ваша честь. Царь, ну, здорово, брат Егор, что надулся, как бобер. Я тут вспомнил на досуге наш вчерашний разговор и подумал, вот что, брат, я правитель, ты солдат, мы ж с тобой в одной упряжке, мы ж один электорат. Нам же тута вместе жи, так давай уже дружить, нам по службе нужно дружбой, братья с дёжи дорожи. Я б хотел тебе обнять, только ты, изволь сказать, у тебя часотки нету, как бы мне не перенять. Егор, я тебе не враг, не друг, ты из знати, я из слуг, извини, но обниматься мне с тобой недосугу. Ежели у тебя прилив о линежности позыв, обними он генерала, он не будет, супротив. Ну, а коль любовный шквал это всё, зачем ты звал, я тогда пойду, пожалуй, у меня делов завал. Царь, значит, нос опять дерёшь, нарываешься, ну что ж, я настаивать не буду, чёрт с тобой, не хошь, как хошь. Слушай, царский мой указ, снаряжайся сей же час и добудь нам стопудовый чёрно-золото запас. Скрыть запас тот в роднике, что в далёком леднике не добудешь за неделю, знай, верёвка на крюке. Воротился домой Егор, башку в кулаки упёр, мрачней тучи сидит и только зубами скрипит. Обиды его гложет, а сделать ничего не может. Маруся, что, сынок мой дорогой, приключился с тобой? Али ударился коленкой, Али ушибся головой. Ты не бычься, как морал, ты скажи, чем захворал, может, переохладился, Али лишний вес набрал. У меня есть чудный грипп, лечит он любой ушиб и полип в носу излечит, ежели есть носу полип. Не дай бог в кишках застой, пей осиновый настой, ведь осина первым делом на борьбу идёт с глистой. Егор, полно мама, я здоров, а не весел и суров от того, что темперамент вечно наломаю дыров. Был я ночь у царя и не обнял упыря, а теперь уже жалею, откровенно говоря. Нужно было пылунять, предложение принять и, обняв его злодей, придушить, ядрёна мать. А теперь ищи. Ледник, добывай ему родник, что плюёт червона злата сто пудов в единый мир. Ну, а коли не сыщу, чудо энтому прыщу, он меня засунет в петлю, вот по энтому грущу. Маруся, не печалься, мой сынок. Человек не одинок до тех пор, покуда верит. Будет день, поможет Бог. Так что ты не унывай и ложись уже давай. Утро, ночь и мудренее. Баю-баю, баю-баю. Егор засыпает. Маруся тихо хлопает в ладоши. Появляются два дюжих молодца. Маруся. Здравствуй, Тит и здравствуй, фрол. Рада вам, поклон вам в пол. Где-то есть на белом свете вечный ледяной подол. Коль найдёте тот ледник, то добудьте мне родник, что плюёт червона злата сто пудов в единый мир. Молодцы. Хоть пол света обойдём, ежели есть такой, найдём. И к утру родник тот будет в полисаднике твоём. Наутро проснулся Егор, глаза кулаками протёр, решил поглядеть в окно. Глядит, на дворе чарно. Глазам не поверил Егор, в чём был, побежал на двор. А там непонятное что-то, докуда видать болото, и вокруг паника давка, на Егора тут же удавку, в рожу дали, руки-ноги связали, думал уже конец, а мне тащить во дворец. Царь, это что, ядрё на вошь, извиняюсь за дебошь. Ты ж к обиду всю державу этой гадостью зальёшь. Я ж за этот запотоп загоню тебе в огроб. Я ж за это наводнение порублю тебе в укроб. Егор, что за смысл в твоих речах? Ты совсем умом зачал, а ли от счастья приключилось потемнение в очах? Овладей своим нутром и кончай орать дуром. Ты просил червона злата, вон иди, черпай ведром. А не хочешь, я же вмиг, этот пакостный родник, залеплю дерьмом собачьим и снесу его в ледник. Царь, ты мне, это прекращай, ты меня-то не стращай, ты вообще поаккуратней, ты особо не сгущай. Ты ж засранец, так сказать. Ежды точно подсчитать, аккуратно пал бюджета, вылил злата твою мать. У тебя теперь доход семь рублей примерно в год. Хочешь, не хочешь, а половинку, будь любезен, в оборот. А родник не укращай, источай ты пущай, обходи его дозором, от ненастья защищай. Ежели этот родничок, хоть один золотничок, в год прибавит, я, пожалуй, искащу тебе троечок. Коль вопросов больше нет, то тогда давай, привет, пшел отсюда, у меня тут без тебя, кардебалет. Егор ушел, хуже волка зло. На другой день царь собирает парламент, призывает блюсти регламент. Царь, ну-ка, кончили галдеть, пафос снять, очки надеть. Нончи будем с умным видом за отечество родить. Проклемат, давай, Ега, что дожди, ветра, снега, изложи соображение, как искоренять врага. Ега, достащимый государь, хошвори меня, хошжарь, есть один проект закона, как поправить календарь. Мысль проста. Берем апрель, в нем почти что пять недель, и назвав его декабрь, попадаем прямо в цель. Март случится в ноябре, май скотина в январе, и так далее по списку, сам смотри в календаре. Цель. И в своих речах, яга, ведь хоть мало с берега, в январе ж косить придется, в феврале сбивать в стага. Так что твой проект фигов, в феврале же тьма снегов, мы ж под этими снегами не отыщем тех стагов. Яга, государь не горячись, век живи и век учись, мы ж под энто безобразие спишем, что не получись. Сам судим, в июне снег, в декабре разливы рек, виноват выходит климат, а никак не человек. Мы старались как могли, но проклятые рубли, так сказать, при чистке снега, затерялися в пыли. Царь. Если так выходит, что ж, спору нет, проект хорош, в феврале же стольки пыли в ней, навряд ли что найдешь. И опять же, в декабре будет лето на дворе, значит, и российская снега не нужна в такой жаре. Я считаю, вашу мать, смысл нет голосовать? Значит, что, единогласно, нянька, сдай указ в печать. Оборонка, что у вас? Как дела? Готов заказ? Что закупим у поляков, так сказать, на энтотрасс? Горыныч, ваше бродье, государь, извини меня за гарь. Извини меня за копоть и за фон, и сжога, тварь. На допережний момент мной составлен документ по закупке инструмента в оборонный элемент. Значит, нам нужен овес, я его сюда занес. И еще нужны березы, есть потребность до берез. Так как в нынешнем году, ежели будет все в ладу, я уже проект закончу и к постройке перейду. Царь, у меня один вопрос. Что у нас тут нет берез? Отчего у оборонки на березы нынче спрос? Ты же строишь арсенал? Ну-ка, давай возьмем металл. Мне металл куда нужнее, у меня течет подвал. Ежели нет других идей, допиши еще гвоздей для сезонного ремонта и этих каких-то младей. И еще включи цемент в оборонный элемент, потому как мне фундамент укрепить пришел момент. Городич, раз у нас открытый счет, я тогда включу в расчет скобяных каких изделий и что-нибудь еще. Скажем, воску для свечей и шамотных кирпичей, потому как в арсенале по проекту семь печей. Дальше. Медных семь котлов, дрожжи, сахар, сусло, дров и спиральный уловитель для чувствительных паров. Царь, медь, понятно, дорога, ей мы будем бить врага, а спиральный уловитель я не понял нафига. Горыныч, государь, сяки момент, сей спиральный элемент в оборонном элементе самый главный инструмент. Мы ж, когда берем на жар стратегический отвар, первым делом уловляем от него идущий пар. Ну, а дальше, остудив, мы его в бодье разлив, ставим на вооружение вражей силе супротив. Царь, ладно, ежели сей заказ всех устраивает нас, значит, что, единогласно. Нянька, сдай его в приказ. Едем дальше. Что язык? Не пришел ему кердык. Как идет процесс зачистки? Есть хотя бы какой-то сдвиг? Леший. Государь-вожак, отец, обнаглел язык в конец. Сколь не чисть его заразу, он противится, подлец. Я так думаю сперва, чтобы усечь его права, нужно ввести ограничения на заморские слова. Вот по списку. Терроризм, экстремизм, либерализм, в общем, все, что в написании, завершается наизм. Коль поддержку мы найдем, то в решении своем чистоту языковую вроде как бы соблюдем. Царь, я согласен, эндотизм в сущности сплошной садизм. Для словесности, пожалуй, он страшнее, чем вандализм. Но однако, без него тоже будет не того. И возникнут разногласия, так сказать, скорее всего. Ежели мы его разрешим укоротить, как нам с внутренним туризмом и с патриотизмом быть? Леший, чтобы красок не сгущать, предлагаю замещать и к истокам постепенно вроде как бы возвращать. Тут работа не на год, тут ее не в проворот, потому как в ентом деле обнаглел в конец народ. Царь, что ж, проект Ядрюна-Вож, скажем так, весьма хорош, но туризм пока не трогай и патриотизм не трожь. Ну, а прочее пущай, помаленьку подчищай, находи эквиваленты и, пожалуй, замещай. Ежели нет ни у кого, что добавить, то того. А, Кощей хотел чего это, что ж, послушаем его. Кощей. В свете новых перспектив у меня возник мотив в смысле новых предложений, то бишь инициатив. Есть топеричи у нас черно-золото запас. Мы его туда же гоним, почитай, куда и газ. И за каждый путь берем, чай валютой не рублем. Нам валютный нужен фондик, чтобы сдавать его взаем. Царь, ты, Кощей, хотя талант, мысли проще, я же не Кант. Я же в подобных выражениях натуральный дилетант. Ты собою овладей и попроще, без затеи, объясни нам недалеким смысл финансовых идей. Кощей. Ну смотри, выходит так. Рубль, это только знак. При падении черно-золата и цена ему пятак. А валютный депозит, он устойчив, паразит. И ему при всех раскладах вряд ли что-нибудь грозит. Смысл затей очень просто. Ежели, скажем, в рынке рост, можем выделить маленько и построить, скажем, мост. Если же росту не видать, то на мост нам нечего дать. Обходились же без мосту, невелика благодать. Царь, интересный вариант. Видишь, бессмертный, а талант. И этот фонд выходит как бы безопасности гарант. Ты, Кощей, не дать, не взять, просто гений, твою мать. А про мост давай не будем вообще упоминать. Жизнь и так, мол, непроста, денег нет, казна пустая. Извиняйте, но пока мест обойдемся без моста. Нянька, что ж ты делаешь, злодей? Ты ж воруешь у людей. Я ж до смысла докопаюсь в ваших пакостных идей. Я ж не дурочка совсем, вижу, кто куда и с кем. Я ж срисую планы ваших коррумпированных схем. Смастерю аэроплан и пущу за океан. Пусть общественность узнает, и я этот ваш коварный план. Царь, нянька, прекращай шалман. У тебя ж в башке туман. Ну, кому за океаном нужен я этот яроплан? Чай у них там и без нас. Есть чего скрывать от масс. То индейцы недовольны, то бунтуют средний класс. Им самим же грош цена. Это ж дикая страна. Там же классовое рабство и гражданская война. Так что им, поверь, плевать. Ежели хочешь рисовать, так рисуй, хоть обрисуйся, только прекращай орать. Наточи карандаши и сиди себе пищи. Только, янтос, бегай в погреб и рассолу притащи. Генерал, Ежели можно так сказать, я хотел бы слово взять и услышанное мною воедино увязать. Так как я тут испокон отвечаю за закон, то скажу, что слишком много мы поставили на кон. Черно-золото запаса, равно как горючий газ. Хоть формально и под нами, но по факту не у нас. Может выйти в оборот нехороший поворот. У Егора в огороде этот углеводород. Не дай бог какой случай, он ведь может не взначай. Сам присесть на это дело, что ему сиди качай. Так что этого стрельца, наглеца и подлеца, нужно срочно уничтожить на корню и до конца. Царь, уничтожить это что ж? Только как его возьмешь? Он в почете его народу, он герой ядреного. Ладно, хоть была бы война, там бы сгинул сатана. Как на зло кругом затишье нет конфликтов, ни хрена. Яга. Хош варь меня, хош жаль. Есть идея, государь, как особо не радея, извести нам эту тварь. Прикажи ему достать красоту, что ни сказать, ни изведать, ни измерить, и вообще не увидать. Ставлю крайний свой резец, что не справится, подлец, и его существованию гарантирован конец. Царь. Ай, старуха, ай, корга, ай, я тет тебе, яга. Эн, так мы, пожалуй, точно изведем его врага. План хорош не дать, не взять. Эй, охрана, хватит спать! Привезти сюда Егора, распустились, вашу мать. Егор, ты велел меня привесть? Говори, какая весть? Здоровенький ваша нечисть, здоровенький ваша честь. Царь. Ну, здорово, брат Егор. Отчего суровый взор? Я тут вспомнил на досуге наш с тобою разговор. Ты прости меня, хрыча. Я надысь рубил с плеча исключительно по-братски, не по-злобе, с горяча. Я правитель, ты солдат, но по духу ты мне брат. Признаю свои ошибки, понимаю, виноват. Чтобы энто так сказать, на примере доказать, я б хотел тебе по-братски так сказать, облобызать. Только тут вопрос стоит, между нами без обид. Ты не болен стоматитом, мне не нужен стоматит. Егор, вот что я тебе скажу. Так как сыч не братужу, так и я тебе в собратье не особо подхожу. И лобзаться мне с тобой нет охоты никакой, потому как я по жизни ориентацию другой. Так что, ежели аккуратно ты закончил свой приват, я тогда пойду, пожалуй, у меня дела горят. Царь, вновь щетинешься, как еж, нарываешься. Ну что ж, по-хорошему не вышло, черт с тобой, не хошь, как хошь. Слушай царский мой указ, снаряжайся сей же час и добыть-ка мне прекрасу, всех прекраснее прекрас. Красоту, что ни сказать, ни познать, ни описать, ни изведать, ни измерить, и вообще не увидать. Коль смойдешь ее добыть, я, пожалуй, может быть, постараюсь промежнами разногласий позабыть. Ну а коль не будешь скор, и провалишь уговор, ляжешь энтой головой вот под этот под топор. Воротился Егор домой, сел к окну сидеть, как немой, обиды его гложет, а сделать ничего не может. Маруся, что, сынок, любимый мой, приключился с тобой, а ли зрение упало, а ли с пульсом перебой, ежели боли в животе, есть брусника на спирте, сопротив любых бактерий, ежели есть, конечно, те, есть душица и чабрец, есть китайский огурец, облепиха, мята, лип, конский щавель, наконец, что болит, скажи, сынок, коль насморк, есть чеснок, коль нужда попарить ноги, он готов и кипяток. Егор, полна мама, нет нужды, со здоровьем лады, тут бы как ни приключилось посерьезнее беды. Царь велит ему достать красоту, что ни сказать, ни изведать, ни измерить, и вообще не увидать. И расклад теперь такой, не явлюсь и с красотой, значит, так сказать, отвечу натурально головой. Маруся, не печалься, мой сынок, человек не одинок, до тех пор, покуда верит, будет день, поможет Бог, так что ты не унывай, и ложись уже давай, утро, ночи мудренее, баю, 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 баю. Егор засыпает, Маруся тихо хлопает в ладоши, появляются два дюжих молодца. Маруся, здравствуй, Тит, и здравствуй, фролл, рада вам, поклон вам в пол, разговор пойдет серьезный, так что сядемте за стол. Сыну царь велит достать, красоту, что ни сказать, ни изведать, ни измерить, и вообще не увядать. Коли сможете принесть, то окажете мне честь. Ну, а нет, судить не стану, говорите все, как есть. Молодцы. Ну, так это как сказать? Можно было бы достать, ежели бы кто хотя бы видел, ежели мог бы кто-то знать. Ну, а так, Марусь, прости, как задачу не крути, нам такую красотишу нет, возможности найти. На утро проснулся Егор, пошел, как обычно, на двор, поглядел вокруг, мало ли, а вдруг. Видит ванный сруб, возле сруба дуб, рядом точит родник, черный свой золотник, вроде бы красота, да только она не та. Выходит, и Бог не смог, и на этот раз не помог. Марусь, что ж, Егорушка, сынок, вероятно, вышел срок, собирайся в путь дорогу, вот тебе посох, узелок. Ежели суждено судьбой нам не свидеться с тобой, обещай мне оставаться навсегда самим собой. И позволь тебе сказать, то, что ты идешь искать, можно только добрым сердцем не изведав увидать. Испытаний не беги, ни злословь, ни хнычь, ни лги, не печалься и не завидуй, и здоровья береги. Обнял мать Егор, напоследок оглядел двор, взял пол с хузелок и пошел на восток, навстречу солнцу красному, так сказать, в поисках прекрасного. На другой день царь проснулся тихо, и на третий проснулся тихо, и на пятый проснулся тихо, чует, как бы не вышло лихо. На седьмой день зовет царь генерала узнать, что с Егором стало. Царь, ну, здорово, Ваша честь, что слыхать, какая весть? Может быть, какие слухи, али может сплетни есть? Как держава, как страна? Помощь в целом не нужна. Мне уже седьмое утро режет ухо тишина. И она, как никогда, мне противна, как среда. Мне заняты тишиной, брат, мерещится беда. Генерал, не изволь переживай, тишину куды девай, ведь ее же не заглушишь, значит, надо привыкать. Да к тому же в тишине Коляна стоит в стороне. Много лучше слышны звуки те, которые извне. Так что леший право с ней, внешний фон куды важней. Нам в судебной перспективе энтослышимость нужней. Царь, успокоил генерал, а чего там наш нахал? Нет известий от Егорки, может, ты чего слыхал? Генерал, никаких известий нет. Верно, сгинул дармоед. Потому позволь мне скромный, но существенный совет. Коля вышел весь Егор, ты вели расширить двор, обнеся своим забором, так сказать, его забор. В результате этих дел ты возьмешь его на дел и ресурсы зараз будут точно там, где ты хотел. Царь, а не слишком ли ты скор? Вдруг воротится Егор, как бы мне не вышел боком сей имущественный спор. У него же осталась мать, мне куда ее девать? Население, коль прознает, может и забунтовать. Генерал, чтоб владеть его двором, ты не ставь вопрос ребром. Ты подъедь к ней аккуратно, нежно, ласково, с добром. Не гневись и не стращай, будет жалиться пущай, посули содержание, медуход пообещай. Обаяние в ключи, знай, нектар из уст точи, энта ж баба, чай растает и сама отдаст ключи. Царь, что ж, в проекте есть резон. Нянька, дай-ка мне вазон, шо с фиалкой, и флакончик, тот, который пуазон. Голубой погладь кафтан, шваддольче энгабан, и начисти мне штиблеты, те, что стюарт вейзман. Ну, чего стоишь столбом, подпираешь щепчик лбом, запрягайте мне карету, ту, которая с гербом. Через полчаса царь при полном параде подъезжает к Марусиной ограде. Слуги ему под ножки стелют ковровую дорожку, идет царь на двор, а глядеть, как вор. В голове у него хитрый план, на плечах голубой кафтан, под кафтаном красный блузон, и в руках с фиалкой вазон. Маруся, это как же понимать? Отчего такая знать, да еще при всем параде к нам изволь пребывать? Ежели важный разговор, ты бы позвал к себе на двор, на шутаж перед курями, этот модный приговор. Царь, ты, Марусь, не торопись, ты внимательнее всмотри. Это ж я не для курей, это ж для тебе, кажется. Как-никак, а ты народ, и к тебе нужен подход, потому как от подхода начинается доход. Так как ты теперь должна дни свои влачить одна, а тебе должна, Маруся, позаботиться страна. Ты ж, Марусь, никто не бой. Ты, Маруся, не забудь. Нам героя воспитала, энто пламени задут. Вечной славы молодца наши, как их там сердца, будут помнить очень долго, то бишь, как бы до конца. Маруся, ты кончай, ядрену мать, красноречием блестать. Ты скажи, чего приехал, ты чего хотел сказать. Но словарный свой запас поумерь на этот раз, ты не шибко им владеешь, извини, промежду нас. Царь. Ну, спасибо за прием. Ладно, к делу перейдем. У меня есть интересы во владении твоем. Коль не будешь мне грубить и изволишь уступить, я тогда тебе, пожалуй, разрешу еще пожить. И, пожалуй, отщадрот дам пожизненный доход, скажем так, рублей 15 на полгода. Нет, на год. Ну, а вздумаешь мешать, враз научим мне дышать. Мы, Марусь, уже привыкли эндеребусы решать. Маруся, что ж, послушай мой ответ. Можешь мучить целый свет, но, однако, надо мной у тебя, брат, власти нет. Как бы ни был ты суров, сколь не приносил даров, но от праведного гнева не спасешься. Будь здоров. Маруся оборачивается голубицей и улетает. Может, год прошел, может, два, теперь сосчитаешь едва. Но Егор-стрелец удалой молодец, обошел уж весь свет из конца в конец. Где он только не бывал, все он только не видал, сколь не пережил бед, а результата нет. И решил наш герой возвращаться домой. Шел лесами, полями, высокими горами, и однажды в субботу подошел к большому болоту. Трясина, да куда видать? Ну, все одно пропадать. Пойду, думает, прямо. Болтых и сразу в яму. Не поперла, так не поперла. Увяз по самое горло. Покрутил маленько макушкой, видеть, на кочке лягушка. Какая она, никакая, все же душа живая. Коль минуты осталось жить, и ты решил хоть с кем-то поговорить. Егор, здравствуй, жаба. Что молчишь, только щеки пузыришь. Может, что-нибудь расскажешь, как-нибудь развеселишь. Мы теперь с тобой вдвоем на болоте на твоем, но в моей, похоже, жизни это крайний водоем. Видишь, жив едва-едва, ну, скажи хотя бы, хоть какая-то поддержка, хоть какие-то слова. Лягушка, так как мы тут тет-а-тет. Я бы квакнула в ответ, только мне, родимый, квакать надоело моченье. Я уже который год среди этих мутных вод так без общества устала, что аж оторопь берет. Коль не против ты со мной побеседовать с одной, так давай уже по-русски, как-никак язык родной. Егор, вот так чудо, ну и но. Очень жаль, что я тону. Мне с тобою обсудить бы загогулину одну. Я царю пошел искать, красоту, что не сказать, не изведать, не измерить и вообще не увидать. Обожжел весь белый свет, но ее в помине нет. Может, ты чего слыхала, может, дашь какой совет? Лягушка, я могу тебе сказать, где такое чудо взять, но сначала будь любезен, ты меня поцеловать. Поцелуешь сей же час, выполнишь царев приказ, а побрезгуешь, так сгинешь среди этих мутных масс. Егор, целовать так целовать, все одно мне пропадать, потому как перспективы вспоможения не видать. Уж почти под нос воды, подгребай давай сюда, будем вен-то целоваться, растуды его туды. Поцеловал вегушку Егор и открылся у него внутренний взор. И такую он красоту испытал, что чуть от восхищения дуба не дал. Ни понять, ни осознать не может, ни сказать, ни описать тоже. А когда в себя пришел, к полному удивлению нашел, что стоит на сухом берегу и не может сказать не Богу. Егор, вот так диво, ни сказать, ни понять, ни описать, а в лягушечем обличии вообще не увидать. Не прими ответ за труд, кто ты, как тебя зовут, и по чьей коварной воле оказался ты тут. Лягушка, я навек обречена волей злого колдуна, и до смерти на болоте быть лягушкой должна. Красоту свою храня, до того выходит дня, как однажды кто-то сердцем в жены выберет меня. Так что мне не привыкать век одной тут куковать, а зовут меня Настасья, можешь Настей называть. Егор, значит, я сумел достать красоту, что ни сказать, ни изведать, ни измерить, и вообще не увядать. Только как-то теперь мне быть? Я сумел тебе добыть, но отдать тебе не смею, не сумею и забыть. Ты навеки быть должна мне, подруга и жена, а другая никакая мне и даром не нужна. Лягушка, что ж, бери меня с собой и неси к себе домой. Буду верной подругой, буду верной женой. Но во всем, что попрошу, делай так, как я скажу, и тогда тебе службу верой, правдой заслужу. Взял Егор лягушку за лапку, положил ее себе в шапку и тропинкой лесной пошагал к себе домой. А было ему идти всего полдня пути, и еще до заката увидал он родную хату. Увидать-то увидал, да только внутрь не попал. В круг дома новый забор, на воротах дубовый запор, ворота стрельцы охраняют, никого на двор не пускают. Егор, это как же вашу мать, извиняюсь, понимать, чтоб хозяина в его же во владение не пускать? А не тут я сроду жил, а не верою служил, чем такое, мягко скажем, отношение заслужил? Лягушка, ты не горячись, Егор, и не лезь покуда в спор, а пока мест лучше вспомни наш с тобою уговор. Сделай так, как говорю, отнеси меня к царю и скажи, да был, мол, чудо, и тебе его дарю. Уговор есть уговор. Пошел Егор на царев двор. Царь, как узнал, чернее копоти стал. Ногами топочи, мордой хлопочи, велит принять, хотя и не хочет. Царь, ну, здорово, брат Егор. Шо это ты не больно скор? Ну, уж коли объявился, отвечай за уговор. Коль смог ты мне достать красоту, что не сказать, не изведать, не измерить и вообще не увядать, так давай, яви сюда поисков своих плоды, а не явишь, значит, это хошь, не хошь, аж не беды. Егор, что ж, скрывать не стану, есть то, что ты велел принести. Здоровенький ваша нечисть, здоровенький ваша честь. Чудо я тебе принес, но ответь мне на вопрос, ты зачем своим забором полисадник мой обнес? Может, в чем я виноват? Ты же мне не брат, не сват. Как понять мне этот самый, что не есть самозахват? Царь, при лояльности при всей ты б, Егор, не гнал гусей. На земле твоей топели краеведческий музей. Ты ж пропавший, так сказать, а твоя старушка-мать перед смертью государству все успела отписать. Так что кончим этот спор. По закону все, Егор. Придеви-ка лучше чудо, коль не хочешь под топор. Снял Егор шапку, достал лягушку за лапку, погладил по головке, посадил на циновке. Царь, ты со мной, ядреная мать, вздумал шутки шутковать? Тих ты смел не эту гадость, да еще под нос совать. Али ты совсем дурак, али что-то тут не так? Как прикажешь понимать-то неповиновение знак? Егор, знак напрасно ищешь ты, помыслы мои чисты, все рептилии сокрыто чудо дивной красоты. Только, чтобы его понять и не сведав разузнать, ты должен лягушку энту прям в уста поцеловать. Мне брехать резону нет, я не знаю, в чем секрет, но осознаю все риски и готов держать ответ. Царь, мне по рангу, так сказать, нужно меру осязать. Мне без нужды не пристал, что попало лобызать. Но уж коль у нас, Егор, был с тобой уговор, мы попросим генерала. Поцелуй-ка и будь добер. Генерал сперва позабыл слова. Стоит, мочить, ножкой сучить. Но приказ есть приказ и загнулся и раз к кустам припал, жабу поцеловал. Потом весь надулся, вкруг себе крутанулся, подпрыгнул, ногами дрыгнул, потом плюх об пол и сидит проглотим шкафом. Царь, что с тобою, генерал? Ты мелок не захворал, я подобного балету отродясь и не видал. Часом ты не угорел, вон аж весь в поту упрел. Докладай, чего увидел, докладай, чего узрел. Генерал, ой, не знаю, как сказать. Красота, не описать, не изведать, не измерить и вообще не увядать. Коль ли ею овладеть, больше не о чем родить, век сидеть себе на месте и восторженно глядеть. Тут уж и царь соскочил в страну, да так, что чуть не потерял корону. Лягушку хватит, давай ее целовал. Полчаса в конвульсии их бился, на силу остановился. Царь, ох ты ж, божечки, ты мой, это что же то со мной? Хоть умру, возобладаю энты дивной красотой. Я готов, хоть как на духу, на любую чепуху, лишь бы как-нибудь умерить энта жжение в паху. Лягушка, хочешь мною обладать, поспеши, указ издай, и меня при всем народе государы не назвать. Но сначала в три котла повели налить масла, в них омойся, чтоб тебе я полюбить, дружок, смогла. Царь тот час издает указ, велит поспешить, огонь разводить, на огонь три котла, в котлы масла, а людей собралось не назвать числа. Царь. Значит, энты как бы вот, здравствуй, как тебе народ, будь свидетелем того, что как бы сейчас произойдет, белорус, калмык, казах, на твоих теперь глазах закипает как бы масло, в ентих как бы трех тазах. При свидетельстве твоем всей бурлящей водоем я должен теперь макнуться и омыться как бы вьем. Но поскольку ритуал, энты раньше я не знал, то сомненью и интревогу я маленько испытал. Пусть при вас Ягор Стрелец разудал и молодец на своей проверить шкуре сей кипящий холодец. Коль не будет для него тут худого, ничего, значится перед народом чистые помыслы его. Охрана Егора хвать и ну к котлу толкать, а там масло кипит, пенится и бурлит. Подошел к котлу Егор, к небу руки простер, Богу помолился и прямо в масло свалился. Сначала была тишина, твердая, как стена. Затих народ, как воды набрал в рот. И вдруг Стрелец удалой молодец выскочил из котла, прыг в другой, потом в третий вышел, как бусил. Тут души царь по башке его вдаль, сам в котел сигану вспыхнул и тотчас потонул. Сгинул злодей, ну а что до людей, видеть царю конец. Что делать, пошли во дворец? Надо же как-то решить, по каким понятиям жить. Заходят в палаты, а там куда? И в помине нету ни одного комитета, ни единой фракции, одни декорации. А на месте министра юстиции несистемная оппозиция. Руки в бока уперла и ореть во все горло. Нянька, братья и граждане, друзья, как и предрекала я, вся парламентская нечисть разбежалась за моря. Денег нет, казна пуста, но моя душа чиста. Я структурно, бессистемно не покинула поста. Вы, свидетели, друзья, как горька судьба моя, сколь я горе претерпела от проклятого варья. То варим гадам щи, то посуду полощи, то беги в подвал за квасом, то рассолу притащи. Издевались надо мной, над народом, над страной. Только я, прижамши сухом, все слыхала за стеной. Я ночами не спала, наблюдение вела, все фиксируя детально их постылые дела. Каждый рубль, каждый цент. И теперь пришел момент обнародовать публично этот самый документ. Боже, что тут началось? Иванна Степана, Степанна Ивана, Ефимна Трофима, Трофимна Никодима, Никодимна Ерем, Ерема в солом, Данила за вилы, Кондрат за ухват, Фома Илью по башке хрясь, Илья мордой в грязь, И пошла драка, мать ее, Не дать не взять демократия. А Егор Стрелец удалой молодец, с молодой женой идет под венец, свадьбу играет, да вещи собирает. Подальше от этих чудес, в густой дремучий лес, туда, где дубы да ели, не видали людей да сели, где такая стоит красота, что описать не хватит листа, и вообще всей не хватит бумаги, чтобы описать холмы да овраги, моря, реки и горы, луга да тенистые боры, ведь красоте той краю не видно, и от того тем паче обидно. А там в лесу где-то птица, сизая голубица, ждет своего сыночка. И на этом поставим точку, ведь как сей рассказ не мыль, повсюду сплошная выль. А коль скольки и было враг, в том писарь виноват, потому как дурак. А у нас спокон веков злобы нет на дураков. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok